Я давно потерял аппетит и напрасно растратил все силы. В 23 неуклюже бежит моя жизнь, отражаясь в витринах. В 23 уже стыдно рыдать, как девчонка от детской обиды. В 23 продолжаю мечтать, проходя мимо кариатиды. В 23 тяжело забывать то, что сделала ты, и напрасно продолжать те слова воскрешать, чтобы чувствовать безопасность. В 23 слишком много болей, заполняют в портфеле пространство. В 23 выбивать все трудней, и все тянет в далекое странствие. В 23 еще тянет читать, чьи-то книги, но больше нотации. В 23 лучше опровергать то, что в 20 казалось новацией. Вот такое еще, пожалуй, про парадоксы, да? Красивые женщины всегда проходили мимо. Красивым женщинам нужен был кошелек. Но можно ли ощущать себя рядом с ним счастливым? От этого счастья я, видимо, был далек. Не то, чтобы у меня совсем не было денег, хотя и на их избыток я жаловаться не мог. Кто из нас прав, рассудит, конечно, время. Меня волновала разность наших с тобой миров. Мой любимый поэт — это Иосиф Бродский. Лет в 16 у меня была такая фантазия. Мне очень хотелось встретиться с его дочерью. Она моя ровесница, она тоже 93-го года. И я посвятил ей стихотворение. Осознаешь ли ты, кто твой отец? Гордишься ли ты славой предка? Как жаль, что ты, увы, не мой венец и даже не моя соседка. Мы говорим на разных языках, в прямом и переносном смысле. В венецианских ты летаешь облаках, а я иду по следу русской мысли. Как жаль, что он не сможет оценить. Но верю я, за нами наблюдает. И время мы не будем торопить. Оно, как пепел сигареты, тает. Ну и самое последнее. Спасибо. Вы скажете, у него помутился рассудок. Вы спросите, а чего ему не сидится? Для вас он просто урод, ублюдок, смотрящий на ваши лица. Для вас он просто никто, ничтожество. Для вас он кукла, марионетка, но он один. А вас множество. Вы для него клетка. Вы для него и судья, и зритель. Вы для него и что-то там, и мама. Вот в левом углу сидящая дама. Зачем вы смотрите так презрительно? Я что, не достоин внимания вашего? Я вышел сюда и стихи читаю. Зовут меня Степановым Пашей. На этом я чтение завершаю. Спасибо, друзья. У нас сразу видно человек-актер Павел Степанов. Спасибо. Было здорово. Замечательно. Сейчас хочется немножечко загадочности напустить на наш вечер вне стереотипов. И мы позовем талантового музыканта, который в загадочности просто специалист. Герас Лэм. Против на сцену. Такой мистичный вечер сегодня. Включайте его.